Правила лучшей жизни. Никогда не причиняйте умышленный вред никакому другому человеку. Никогда, ни словом, ни делом, не воздавайте злом за добро или злом за зло. Удалите из своей личности отрицающие и разрушительные мысли и эмоции, или они в конечном итоге станут одной из причин вашего страдания. Оглядываясь вокруг, мы видим трагические результаты, которым пришли индивидуумы и нации, таящее недоброе чувство или питающее инстинкт мщения. Невинная, не приносящая никому вреда жизнь, оберегает следующих ей от многих жестоких ударов, что достаются в наследство плоти. Наша критическая позиция и долгая память на зло, причиненная другими людьми, только снижает нашу нынешнюю работоспособность и угрожает здоровью и жизнедеятельности. Даже эгоистичный человек сознает, что не может позволить себе вечно испытывать недовольство, а неэгоистичный просто не позволит недобрым чувствам накапливаться, потому что он знает больше и верит сильнее. Перегруженностью работой, сколько необоснованными стремлениями. Некоторые уверяют, что вынуждены перенапрягать внутренние ресурсы, чтобы не потерять работу или содержать семьи, требующие больших расходов. Хотите – верьте, хотите – нет, но вы окажетесь лучшим работником и лучшим кормильцем, если не выйдете из строя по причине психического истощения в какой-нибудь критический момент, когда потребуются все ваши силы. Если коллеги и близкие этого не понимают, возможно, им необходим практический совет. Развивайте чувство юмора. Мы, как никогда прежде, должны наполнять радостью окружающих и поднимать общее настроение везде, где находимся, в каждом уголке. Чем серьезнее мы относимся к себе и своим обязанностям, тем скучнее становимся. Спасение одно – осознать, что жизнь хоть и серьезная штука, однако не исключено, что мы воспринимаем ее слишком всерьез. Помните также, что настоящий юмор не бывает ни горьким, ни циничным, ни опасным. Это способность смеяться вместе с миром, а не над миром. А если уж нам захочется посмеяться над кем-то, так пусть это будем мы сами. В жизни юмор подобен при праве. Он оживляет работу, придает вкус игре и привлекательность самосовершенствованию. Он показывает другим, что мы уверены в себе. Подобный веселому журчанию детских голосов, искренний и счастливый смех растворяет напряжение и возвращает доброе расположение духа. И, кроме того, смех примеряет и создает атмосферу доверия. Если вы глубоко проникнетесь этими советами и прочно запечатлеете их на скрижалях памяти, жизнь станет легче и обретет больший смысл. Из книги «Священная магия» автор Манли Паунер Холл. Он прожил 89 лет и умер в 1990 году. И вы его видите на изображении. Ссылка на источник. Авторам дано 10 правил. Другие правила озаглавлены так. Перестаньте волноваться. Прекратите попытки подчинить и считать своей собственностью друзей и родственников. Умеряйте честолюбие. Не копите больше, чем вам нужно. Найдите обоснование своего существования. Воздерживайтесь от гнева. Никогда не обвиняйте других в своих ошибках. С этими правилами можно ознакомиться по ссылке на источник. И плейлист на моем канале «Литература». В нем отрывки из 909 книг, озвученные мной. На данный момент. На этом все. Всего хорошего. Читайте книги. С ними интереснее жить. Юрий Шатохин. Канал Веб-Рассказ. Новосибирск. Все ссылки, как обычно, я отдам в описании под этим видео и в комментариях. До свидания.